Как по улицу Джойса можно исследовать Дублин, так по фильмам Алексея Балабанова «Васильевский остров». Островитянином режиссер родом из Свердловска заделался, когда в Ленинграде нашел приют в этом доме у будущего своего продюсера Сергея Сельянова. Отсюда до Благовещенского моста рукой подать. От набережной лейтенанта Шмидта в самом эстетском фильме Балабанова уплывали люди с клетчатыми чемоданами. Кстати, первоначально картина называлась вовсе не про уродов и людей, а ехать никак нельзя. В то время многие покидали Россию, а режиссер твердил, надо жить на родине. Отплываем! Я буду ждать! А на Благовещенском мосту соединились две любви Балабанова – вода и трамвая. В про уродов и людей паровой реликт пыхтит подталкиваемый невидимым зрителям УАЗиком. В счастливых днях дребезжит трамвай с апокалиптическим номером. Но ангелом-спасителем Данила Багрова может быть только вагоновожатая. Можете помочь, а? Все, езжай, езжай давай. Я тебя найду. Балабанов исследовал все проходные дворы, все подворотни на Васильевском острове. На Днепровский переулок пришел крестьянин-братоубидец Трофим из короткометражки, посвященной столетию кино. В старые времена это место пользовалось дурной славой. И именно здесь режиссер снял финал самого своего жуткого фильма «Груз-200». Неподалеку меховая мастерская из Кочегара и старинная аптека Пеля, попавшая в кадр последней картины Алексея Балабанова «Я тоже хочу». Здрасте, Виктор, можно есть? 34. Родная квартира режиссера тоже не раз становилась локацией для фильмов. В его прихожей Данила убивал бандитов, а Матвей из «Я тоже хочу» отсюда забирал старика отца. Сам же Балабанов остался далеко от любимого Васильевского острова. У колокольни счастье. Ну я счастье хочу. Я тоже хочу. Субтитры сделал DimaTorzok